В Новосибирске сегодня идет подготовка к 24-му новогоднему турниру по Кёкусинкай. В воскресенье более 400 спортсменов, взрослые, дети из разных регионов страны. Это победители первенств и чемпионы мира Европы и России покажут мастерство карате. Подробнее о турнире моей коллеге Алене Шандуровой рассказали гости студии. Турнир раньше назывался новогодний объединенный, поскольку он включал в себя несколько разных турниров. Один турнир – кубок, он уже, по-моему, с 2011 года проводится подряд в Новосибирске, нам доверяют. Вот кубок России по Кёкусинкай, среди мужчин и женщин. И в этом году наш турнир немножко вырос в статусе. У нас, начиная с 12 лет, юноши добавились, и все это называется всероссийский турнир. Турнир обозначен как 24-й новогодний турнир. То есть это очень такой солидный возраст, почти четверть века. А как меняется он... Турниру больше лет, чем вам, наверное. Как он меняется от года в год и какие традиции все-таки остаются неизменными? Ну, название, во-первых, традиционное, новогодний. Потому что, когда мы думали, выбирали дату, то все-таки ассоциация с таким праздником, как что-то новое ожидание чего-то нового, завершение какого-то цикла. И мы приурочили это, конечно, к зимнему солнцестоянию, когда силы света побеждают силы тьмы. Вот, примерно 22-го, 23-го, 20-го, вот в этих числах у нас все время играет дата турнира. А началось это все с клубного турнира. Сейчас это визитная карточка уже, наверное, не только наш турнир, не только клуба, но уже, наверное, всей федерации, даже, наверное, сибирского региона. Это значимый турнир, ну, теперь уже, можно сказать, для всей России. Турниру 24 года, я всего на год старше его, и на этом турнире я успел побыть спортсменом, участником, потом был судьей, потом как организатор стал помогать. Сейчас я вот здесь еще сижу, рассказываю про этот турнир, в информационном поле работаю. То есть на этом турнире растут поколения, и он является тренажером для многих ребят, в том числе для наших ребят, которые в клубе занимаются, и сейчас для всей Новосибирской области. То есть на этом турнире люди растут и становятся профессионалами. Сколько человек уже заявились на Кубок России, и на каких условиях они будут участвовать? Возраст, география? Расскажите подробнее. Сейчас заявилось уже около 400 спортсменов. На данный момент 21 регион, который заявился, в том числе такие дальние, как Республика Крым, Москва, Санкт-Петербург. Если мы говорим о перспективных каких-то бойцах, может быть, вы кого-то бы выделили? Можно назвать и новосибирцев, но есть ребята очень хорошие из соседних регионов. Мы же за сибиряков болеем, прежде всего. Поэтому мы за наших, будем говорить про наших, про сибиряков, наверное, да? Конечно. Кого бы ты выделил? Ну, в Томске сильные ребята. Если про Кубок России, это взрослые. В Томске сильные ребята, в Новосибирске. Давайте прорекламируем. Рекламируем. Братья Болотовы, ребята, по мужчинам будут драться. Бухарин Максим, зрелищный спортсмен. Ну, и с Кемеровской области тоже сейчас там в основном девушки. Ну, хорошие, сильные. У нас всегда определяется командное первенство. То есть в Кубке среди взрослых будет первое, второе, третье место. И, в принципе, было бы неплохо занять какое-то из мест. Любое. Любое, да, да. Вот. И еще также точно будет определяться командное место во всероссийском турнире. То есть среди несовершенной... Да, среди молодежи, остальное. Вот. Тоже хотелось бы войти в призеры. Вот. Ну... А в предыдущие годы в Новосибирске показывали результаты? Да, у нас были там. Забирали призовые места? С трудом. Пока первые мы у нас не получаются. Вот в последние годы очень сильные кемеровчане. И, ну, были когда-то у нас времена, когда... Ну, это поколение одно вырастает, мощное. Потом надо вырастить новое. Вот сейчас вот новое поколение. Мы возлагаем надежды, что мы будем по этим командным местам расти. Если говорить не о Кубках и Наградах, чем еще можно измерить вот этот успех в спорте Кюк-Кусинкай, ну, такой философский, наверное, вопрос, что он дает для развития спортсмена, вообще для развития личности? Во-первых, Кюк-Кусинкай, три иероглифа, переводится, ну, по-разному. Стремление к абсолютной истине, стремление к совершенству. Вот. Просто об этом не надо забывать. Вот. И... Ну, я прям призываю, кто-то, кто занимается Кюк-Кусинкай, чтобы они не забывали, что они на левой стороне груди носят. Ну, пусть это иероглиф, там, знак нерусский, да? Но мы-то понимаем, вот кто понимает, что это стремление усовершенствовать себя во всем, не только в драке. Вот. И это хороший инструмент для развития, ну, особенно мальчиков, я бы так сказал. Ну, хотя девочки тоже у нас занимают. Ну, девочки тоже у нас занимают. Ну, там, их, в принципе, один к десяти примерно занимающихся. Ну, хотя, да, это тоже, это, в принципе, человеческие качества развивает. Просто об этом всегда надо помнить. И этот инструмент, потому что, ну, сколько профессионалов в итоге там останется, там, после, допустим, даже 20 лет или после 25 лет. То есть, да, есть профессионалы, ребята, которые именно в спорте остаются, как тренеры, как профессиональные бойцы. Стремятся к каким-то высотам чемпионства. Да, а есть же остальные люди, то есть, они должны именно взять в этом кикушине то, что поможет им в жизни, в дальнейшей жизни. То есть, вот эта вот целеустремленность, чувство справедливости. То есть, на соревнованиях это очень важно, между прочим. То есть, как будут судить, как будут оценивать. Конечно. То есть, контролировать себя, когда ты уже, ну, на ногах не стоишь, когда у тебя не хватает кислорода, что мозг отказывает слушаться. Вот. То есть, все эти качества, конечно, они помогают в дальнейшем жизни. И поскольку турниры, смотрите, 24 года проходят, то есть, те ребята, которые когда-то дрались, они сейчас есть вполне успешные, да, они все успешные, в общем-то. Я знаю, что многие не курят, не употребляют алкоголь, занимают неплохие позиции в жизни. То есть, работают на таких значимых местах, то есть, растут профессионально. То есть, вот главная задача наша. То есть, дать как можно больше людям для развития. Вот об этом хотелось сказать. Насколько сегодня активно дети идут в этот спорт, в эти секции? И есть ли у них такая возможность в Новосибирске заниматься? У Сергея есть как раз группа. Да, я как раз один из тренеров. Да, достаточно много ребят занимаются, и количество тренеров растет, потому что это интересно, и это захватывает. Ну, такой довольно жесткий спорт. Довольно жесткий. Дети с какой мотивацией идут? В принципе, спорт довольно жесткий, поэтому здесь, конечно, есть особенность Киокушина в том, что тут надо бить и получать, и терпеть, и в том числе детям. Соревнования официальные с 12 лет. Вот с 12 лет дети уже должны терпеть удары по корпусу. Довольно серьезно. Но к этому они подготавливаются. Человек способен к этому подготовиться, и ребенок способен, и мы к этому готовим. Вот. Количество тренеров секций в городе растет. В нашей федерации только, насколько я помню, около 15 клубов, да? Да. Если считать все клубы Киокушина в Новосибирске, их, наверное, даже не сосчитать будет, их около ста, наверное, будет. Очень много. Спорт достаточно массовый, и детям нравится, и они вырастают тоже в харизматичных, сильных личностях.